Приветствую всех, вы на канале След Истории. Сегодня речь пойдет про то какой донос написал Георгий Жуков на маршала бронетанковых войск Михаила Катукова. Между Георгием Жуковым и Михаилом Катуковым за годы войны не раз возникали всевозможные трения. Некоторые из этих конфликтов имели под собой основания, а некоторые были беспочвенными. Однажды Жуков даже написал на Катукова донос. Причем в записке Георгий Константинович напирал на те грехи Катукова, в которых он был замечен сам. Многие историки утверждают, что Георгий Константинович Жуков считал Михаила Ефимовича Катукова своим конкурентом. По крайней мере, по словам Валерия и Виктора Замулиных, авторов книги «Мифы и легенды огненной дуги», конфликтных ситуаций между Жуковым и Катуковым во время Великой Отечественной войны возникало немало. Так, еще в 1941 году танковая бригада под командованием полковника Катукова дала серьезный отпор знаменитому Хайнцу Гудериану. Гудериан сам признался в том, что потери русских были значительно меньше наших потерь. Мало того, Жан Лапес и Лашадх Мизури, авторы издания «Жуков». Портрет на фоне эпохи, пишут о том, что после этого Сталин сам позвонил Михаилу Ефимовичу, что являлось большой редкостью. Да и легендарный Юрий Левитан торжественно объявил по радио о награждении Катукова орденом Ленина. Спустя несколько дней Георгий Жуков направил бригаду Катукова на другой конец фронта, на Истру. Также Жуков приказал отдать соперника под трибунал за 48-часовое опоздание при выполнении приказа. Спасло Катукова только вмешательство Сталина. Впрочем, если верить Алексею Исаеву, автору книги Георгий Жуков. Последний довод короля, Михаил Катуков, даже став командующим первой танковой армией, действительно весьма осторожно вводил свои соединения в бой. Однако по мнению Исаева, Катукова можно понять. Во второй половине Великой Отечественной войны ему доставались самые тяжелые операции. Вот только Георгий Жуков причины неудач советских танкистов объяснил довольно просто. Незадолго до победы, 1 февраля 1945 года Жуков отправил Катукову записку с разъяснениями. Аналогичный документ получил и Николай Попель, генерал танковых войск и политработник. В записке, текст которой приведен в издании, 1945. Год победы Владимира Бешанова, Георгий Константинович указал, что Михаил Катуков отсиживается дома с бабой, и велел отправить от Катукова женщину. Сам же Жуков в это же время, причем при живой супруге, сожительствовал с фельдшером Лидией Захаровой. Что касается бабы Катукова, то она и в самом деле была. Но к тому моменту Михаил Ефимович, в отличие от Георгия Константиновича уже овдовел, Ксения Емельяновна Катукова умерла, еще в мае 1941 года. Кроме того, Попель тоже имел поход на полевую жену, но Жуков отчего-то предъявлял претензии именно к Катукову. Со своей фронтовой подругой, Екатериной Сергеевной Михаил Катуков официально оформил отношения сразу после войны. Неизвестно, знала ли Екатерина Сергеевна о доносе, который написал на Катукова Жуков, но о последнем она всегда отзывалась отрицательно. Тем более, что столкновения между военачальниками не прекращались. Так, Екатерина Катукова, слова которой, приведены в книге Алекса Громова Жуков, вспоминала о том, что Георгий Константинович лелеял мечту первым, войти в Берлин. Он даже приготовил для этого события белую лошадь. Однако неожиданно выяснилось, что в столицу Германии уже входит другой советский полководец Иван Конев. Жуков связался с Катуковым и потребовал остановить Конева. Но Михаил Ефимович Жукову отказался. «Я все ордена с тебя сниму и расстреляю», заявил Катукову Георгий Константинович. По утверждению Валерия и Виктора Замулиных, Жуков не простил Катукову Берлина. Михаил Ефимович имел множество наград и даже стал дважды героем Советского Союза. Однако звание маршала бронетанковых войск, которому Катуков был представлен после войны, он так и не был тогда удостоен. Только в 1959 году маршальское звание Михаилу Катукову все-таки было присвоено. Все эти годы его поддерживала жена Екатерина Сергеевна, в свое время дошедшая, со своим будущим мужем до Берлина. Вместе они прожили до самой смерти Михаила Катукова. После его кончины Екатерина Сергеевна, которая, как утверждает Дмитрий Язов, автор книги «Победоносец Сталин», сохранила ясность ума, даже в возрасте 98 лет, написала мемуары, посвященные Катукову.